Музыка Музыка Ребята, всем привет Подождем пока подключится Народ пока подключится Мы хотим вам новости рассказать На сегодняшний день у нас много новостей Хороших, добрых Новости приятные Поэтому всех поздравляем Кто очень хотел заехать в Грузию И нам очень радостно На самом деле с этими С этими новостями мы вчера ехали И вот уже говорили о том, что сейчас люди будут На улице в Грузии останавливать Друг друга и друг друга обнимать Как будто у нас война закончилась Великая Отечественная буквально Так, ну поехали Правила прилета в Грузию для иностранных граждан С вакциной Если вы уже сделали вакцину У вас есть сертификат В два этапа, что вы прошли вакцинирование Неважно, какой вакциной Спутник, В, Файзер Или китайский Или какие-либо другие Без разницы Если у вас уже есть вакцина Вы с сертификатом о вакцинации Прилетаете Просто прилетаете С 1 февраля Любые лица, независимо от гражданства Прилетают в Грузию Прошедшие вакцинацию На границе необходимо предъявить Оригинал документа Сертификат о вакцинации В указе правительства Грузии Образец сертификата не прописан Ну, вот какую вакцину сделали С той и прилетаете Просто берете билеты и летите С отрицательным ПЦР-тестом Без карантина С 1 марта Ребята, заезжайте в Грузию Покупаете билеты И с отрицательным ПЦР-тест С 72 часа, чтобы у вас было До заезда С момента того, как вы ПЦР-тест Сделали вам тест Не с момента получения ПЦР-теста А с момента того, как вы сдали на ПЦР-тест 72 часа 72 часа, да Вы сдаете ПЦР-тест И вот в течение 72 часов Вы должны заехать И потом по прилету в Грузию Через 3 дня Вы тоже сдаете ПЦР-тест Так, значит С отрицательным ПЦР-тестом Могут залететь граждане Стран и резиденты Евросоюза Израиля Швейцарии Норвегии В Великобритании Саудовской Аравии Катар США Арабских Эмиратов Бахрейна Турции И Россию Включили Наконец-то Украина Беларусь Армения Азербайджана Казахстана Могут прилетать в страну С отрицательным ПЦР-тестом Сделанным Не позднее 72 часов До пересечения границы По рекомендации Погранслужбы Результаты теста Необходимо иметь На английском языке Это тоже очень важно Ребята Распечатывайте Ну просто с электронки Распечатывайте Этот ПЦР-тест На английском языке И с этим распечатанным С почтового ящика Документом Вы просто Пограничникам Предъявляете На английском языке С какой бы страны Вы не летели С России Или с Беларуси Без разницы Вот Особенно если Вы летите транзитом И на третий день После въезда Вы обязаны Сделать еще один тест На территорию Грузии Можете нам писать Мы вам подскажем Какие лаборатории Где это делать И в общем Сейчас вот у меня подруга Будет 30 марта Она уже должна быть здесь Будем отмечать ее день рождения Очень ждем Поэтому сейчас определяемся С билетами Поэтому все эти процедуры Мы уже Ну как бы Уже в курсе Отрицательный тест Нужен Несовершеннолетним детям То есть ПЦР-тест Если вы заезжаете С маленькими детьми С несовершеннолетними Даже с грудными ПЦР-тест Делается всем Всем Кто заезжает Там вопросов уже много Накопилось Ребят Именно прилетает Именно прилетает Есть момент такой Кто именно заехать Хочет Через Ларс Или через Там какую-либо Другую границу То тогда Опять по старой схеме Фриланс Или бизнес приглашение По другому То есть Это действует И с карантином Да И обязательно С карантином Который вы оплачиваете За свой счет Плюс там же ПЦР-тесты Вы оплачиваете То есть Это информация Именно для Кто собирается прилететь Да Получается С ПЦР-тестами Разрешение Объезда С вакциной Или тестом Распространяется Только на Авиасообщение Еще раз Если вы едете На машине Вы хотите приехать В Грузию На машине По сухопутной границе Или по морской границе Вы можете заехать Только через Восьмидневный карантин К сожалению Возможно Эти ограничения Снимут И эта информация Актуальна Вот на сегодняшний момент Мы вам об этом сообщаем Ну так как Вот все сейчас Меняется Очень быстро Возможно Если вы этот ролик Будете смотреть На ютубе И посмотрите Его там через месяц Уже Это все будет Информация Не актуальна Вот на данный момент Так Ну в общем Если вам нужны Какие-то постановления Вы можете нам Ватсап писать Мы вам скинем Все ссылки На эти постановления Ссылки Телефоны дадим Если вы приедете Там сейчас же у нас Комендантский час Если вы будете Приезжать сюда На самолете И попадете В комендантский час Комендантский час В Грузии С 21 часа До 5 утра Вот Поэтому вы тоже Можете к нам Обращаться Телефоны Чтобы Если вас будут Друзья встречать Они наверняка Знают Что нужно Позвонить И выписать пропуск Чтобы встретили Я пытаюсь Прочитать Телефон Вот так вот Я пытаюсь Вычитать Что там написано Получается большое лицо У меня маленькое Нормально Я пытаюсь Вычитать Что там пишут Так В общем Мы можем вам дать Телефоны Где можно Выписать Ну этот Пропускной лист Чтобы вас Приехал водитель И забрал Время комендантского часа С аэропорта Вот То есть Любые вопросы Вы нам пишите Мы ответим Так Сейчас пока скажем Потом посмотрим Ваши вопросы И ответим по вопросам А то Неудобно читать И очень еще Хорошие новости Помимо того Что открылись Воздушные границы С ПЦР тестом Важные новости Что у нас С 1 марта Многие ограничения Снимаются С 25 февраля Даже Возобновляется Работа Вот уже Скоро завтра Получается Сегодня 24 Завтра 25 февраля С завтрашнего дня У нас Возобновляется Работа Международного Транспорта Муниципальный транспорт Может работать По выходным Разрешается Работа Отелей Отелей На горнолыжных Курортах Ура ура Ребят Подъемники будут работать Лыжи берите Смазывайте Лыжи С 1 марта Рестораны Смогут принимать гостей Внутри помещений До недавнего времени И сейчас у нас еще Только террасы работают Внутри Снаружи Да Внутри Как бы не запускают Нельзя Но с 1 марта Уже могут работать Рестораны И внутри помещений Принимать гостей Кроме выходных Начнут работать Детские сады Тоже с 1 марта Разрешены Тренинги Конференции Возобновляют работу Музей И библиотеки Вот Туристические компании Таплиру И все остальные Возобновляют Узу работу С 8 марта Розничная торговля Открываются рынки Торговые центры Смогут работать По выходным дням Рестораны Смогут принимать гостей Внутри помещений По всей Грузии Кроме выходных Опять же Как бы Карантин выходного дня Почему-то сохраняется Это очень печально На горнолыжных курортах Откроются подъемники С 15 марта Открываются Фитнес-центры Спортзалы Высшие учебные заведения Начнут учебный процесс В аудиториях Начнут работу театра Вот Ну и поправочка По каждому Из видов деятельности Будут свои Протоколы И правила Которые опубликуют В ближайшее время Сухопутные границы Пока остаются Закрытыми Но Они открыты Для въезжающих По бизнес-приглашению Бизнес-приглашение Все-таки остается Для тех Кто хочет Пересечь Границу По По земле Или по воде Кто с собаками На автомобилях Кто с кошками Очень многие спрашивали Там кто-то хотел С кошками прилететь Там были такие Можно ли двух кошек Привезти Ну да Если вы едете Переезжаете в Грузию Вы на машине То либо вам ждать Нужно будет Пока снимут эти ограничения Но если вы уже Прямо на низком старте То тогда вариант Только бизнес-приглашение И фриланс По этим всем вопросам Мы тоже даем Полные консультации На данный момент Ну и к сожалению Ограничения На передвижение В ночное время У нас Также остается Комендантский час Пока его не снимают С 21 часа До 5 утра У нас остается Комендантский час Тусуемся у нас дома Террасу скоро сделаем Будем всех приглашать Тусуемся у нас дома Ну и как я уже говорила Да В инстаграме Уже сегодня Неожиданная новость С 1 марта В Аджаре Открывается казино И с 1 апреля Казино открывается По всей Грузии Тоже хорошая новость Да Главное 1 апреля Да Водопады все начнут работать С 1 апреля Ну в принципе Мы вам все сказали Вахтанг еще Так Ну ты еще продублируй Пожалуйста Эту информацию По автомобилям По автомобилям Я еще раз повторюсь Уже несколько человек Моих знакомых Друзей Попали в такую ситуацию Что они Думали Что раз На год Они могут находиться В Грузии Значит На автомобиле Они могут Также год находиться А к ним Прилетели счета На 1000 лари Оказывается В чем дело То что могут Находить Автомобиль может Находиться Именно 3 месяца В Грузии После этого Он должен Выехать Если не выезжаешь То тогда Должен Через 3 минут Как заканчивается 3 месяца Получить грузинские Временные номера Иначе каждый день Иначе каждый день Будет по 50 лари В сутки То есть Но больше 1000 лари Уже не спасли Как на счетчик Нанотикает 1000 лари Он остановится Поэтому Так ребят Сейчас мы будем Отвечать на ваши вопросы Немножечко еще Сейчас информацию Вам дам На границе Необходимо Предъявить Если вы едете Отрицательный результат ПЦР теста Сделанного За 72 часа До въезда в Грузию Тест должен быть сделан В стране вылета Результат теста Необходимо Предъявить В бумажном носителе Обязательно На английском языке Еще раз повторяю Иногда Результаты Сразу присылают На английском языке Но если нет Нужен перевод Если у вас Сделан ПЦР тест На каком-то другом языке На там Украинском Если вы там С Беларуси Да Русском То делайте Обязательно Английский перевод И распечатывайте Его в бумажном носителе Предъявляйте На границе Так На практике Пограничники Принимают Не оригинал А распечатанную Из почты Версию документа И предварительно Необходимо Заполнить Электронную форму С указанием Историю поездок За 14 дней Вот Место проживания В Грузии Вы должны указать Еще И контактные данные Эту анкету Вы можете тоже Найти по ссылке Ссылку мы можем Вам прикрепить Или звоните нам Пишите На эти 72 часа Не установлено Никакой самоизоляции У вас нет Вы просто В России Или там В Украине Сдаете ПЦР-тест Отрицательный Приезжаете И через 72 часа Сдаете еще один тест Никаких карантинов Никаких самоизоляций Для этого не требуется Ну если подтвердится То что вы Заражены Тогда вы Вас отправляют На лечение Вас отправляют Тогда здесь Если у вас Здесь обнаружится Что у вас Положительный ПЦР-тест То тогда Вы за свой счет Едете В И по этому поводу Сегодня у нас будет Прямой эфир В инстаграме Консультацию Специалиста По медицинским Страховкам По страхованию Жизни Которая Объяснит Как сделать Какую страховку Сделать лучше Чтобы здесь Ну потом Не пришлось Вот так вот За свой счет Еще лечиться То есть Сделайте страховку Грузия Не исключение В этом случае Любую страну Вы когда едете Вы делаете Медицинскую страховку Поэтому Все вопросы По страхованию Сегодня нам Вероника На все вопросы Ответит С Вероникой Которая в Москве Сейчас Находится Мы здесь Познакомились И сегодня У нас будет с ней Прямой эфир Вечером Именно по страховкам Как сделать страховку Чтобы сюда Приехать в Грузию Вот Потому что Сейчас все Компании Медицинские Все по страхованию Жизни Везде включили Ковид Поэтому Так как Вы летите Будете лететь С ПЦР тестами Которые потом Здесь будете Еще сдавать Вахтанг Еще скажет У нас Про заезды В Грузию На автомобиле Кто хочет Да Была небольшая Информация Неправильная Про то Что Заезжая На год В Грузию На автомобиле Можно Также Находиться За год Оказывается Это совсем Не так Можно Находиться Всего Три месяца Если ты Заезжаешь На автомобиле То Через три месяца Ты должен Взять Или Временные Номера Или же То есть Или Выехать Вот Временные номера Стоят 200 лари Иначе Каждый день После этих Трех месяцев Идет По 50 лари Штраф И доходит Он до 1000 лари На 1000 лари Останавливается Этот счетчик То есть 1000 лари Можно заработать Легко Так что Кто Намерен Заехать На долгий срок На автомобиле Через три месяца Берите Временные номера Стоит Это 200 лари Это делается На таможне В базе полиции Этого нету Тут у нас знакомые Просто попали Уже двое В эту ситуацию К ним пришли Штрафы По 1000 лари Им за руку Кстати тоже пришло По 1000 лари Да Штраф Вот Он поехал разбираться Полиция ничего не знает Это только в таможне Решается этот вопрос Вот И 200 Но там такая есть Поправочка Кто заехал До 1 мая На автомобиле То им амнистия В общем Очень много поправок Поэтому ребята Если вы уже намерены Покупать билеты В Грузию Вы можете нам звонить Консультироваться Вот Мы уже вашу ситуацию Там разберем Что нужно Что не нужно Открывается Казино Очень хорошая новость Поэтому Все в Грузию Тратить деньги Да Давайте сейчас Поотвечаем На ваши вопросики С самого начала Советы даете По получению Гражданства в Грузии Да У нас есть Юрист Вот мы уже Я уже Получается Купила квартиру Здесь в Батуми Как приехала Приехала в декабре 2019 Купила здесь квартиру И на этом основании Я подала документы На ВНЖ Гражданство Я буду получать Через 6 лет У нас есть Юрист Который компетентно Отвечает на все вопросы По вашей ситуации Мы можем дать Ваш Можем вас связать И вас проконсультирует По поводу ВНЖ И гражданства Почему на границе России Ведут себя агрессивно С теми Кто летит в Грузию Ну Это вот Не знаю Наверное Надо К России Вопросы задавать В Грузии Когда вы прилетаете Вот когда я прилетала Всем дают По бутылочке По бутылочке Винца А Кто заезжал Даже по бизнес приглашению Мы помогали людям Заехать по бизнес приглашению Надо развернуть В общем Людям задавали вопросы И некорректные В том числе Вопросы задавали Почему вы едете в Грузии Зачем вам это нужно Вот Ну вот В таком ключе буквально Опять этот вопрос повторяется Либо справка о вакцинации Либо отрицательный тест Правильно Или то и другое Нет Если вы уже сделали вакцину То вы просто приезжаете С сертификатом о вакцинации Если вы вакцину не сделали И не планируете делать То вам достаточно Только ПЦР-теста Который вы сделаете За 72 часа Почему гражданство Через 6 лет Ну мне так юрист сказал Не знаю Может какие-то уже поправки Когда он мне Я консультировалась Были такие цифры Вот В принципе Мы все сказали Да Вахтанг Да Ребята Основную информацию Да Осталось только Вам забронировать Отели Апартаменты Экскурсии И ехать к нам Готовиться к поездке Собирать чемоданы Да Мы уже всем друзьям написали Что уже всех ждем в Грузии Готовимся Это уже В холодильнике уже Просека у нас Охлаждается И грузинское вино Конечно же В Грузии Грузинское вино Нужен ли перевод Сертификата О прививке На английский язык Нужен Ребят Да И ПЦР-тест Распечатывайте На английском языке С какой бы стороны Вы не летели Это уже Все кто прилетел Говорят Что все требуют Получается На английском языке Сухо В этом нет проблемы Потому что Все медицинские центры Которые делают ПЦР-тест И где бы вы там Вы просто просите Что вам нужно На английском языке И вам скидывают В электронном варианте же Потом этот ПЦР-тест Результат Поэтому вы просто просите На английском языке Вы там летите Сухопутная граница Еще тот квест Да Сухопутная граница Да Этнический грузин Может рассчитывать На ВНЖ Отец грузин Мама русская Отец не жил в Грузии Со времен СССР Ну по этническим Грузинам У нас Друзья Тоже С этим делом Здесь заморачивались Но очень сложно На самом деле Потому что Там комиссия Комиссия Около шести человек Вам нужно сдать экзамен По грузинскому языку Причем там экзамен Грузинский язык Не исторический А как он Литературный Нужно сдать И еще Ну вообще Рассказать Ну Свою историю На грузинском языке И что ты хочешь Зачем тебе нужно Гражданство Грузинское Ну там такие вопросы Каверзные По всем вопросам По гражданству По ВНЖ Я вот еще раз повторяюсь У нас есть люди Которые профессионалы В этом Это юристы Которые именно Занимаются Этими вопросами Для иностранных граждан Кто хочет Может быть там Этнические грузины Хотят получить Может быть Вы просто хотите Приехать сюда И получить Есть же разные пути Получения ВНЖ Вы можете получить Как я Сто тысяч долларов Должна быть оценка Вашей недвижимости Которую вы приобретаете В Грузии И на этих основаниях Вы получаете ВНЖ Поэтому Как бы Есть разные основания И я считаю Что лучше Проконсультироваться На тот момент Когда вы будете Уже этим вопросом Серьезно заниматься Проконсультироваться С профессионалами Чтобы вам ответили И дали полную консультацию Мы занимаемся Мы такое Связующее звено Между этими людьми И вами Вот Если у вас Какой-то вопрос Интересует И мы не можем Ну как бы Компетентно ответить На этот вопрос Мы просто Даем вам Контакт И вы уже Связываетесь с человеком И решаете Все свои вопросы Да Вам спасибо Что смотрите Спасибо Ребята Да Есть ли Какие-то Льготы Родившимся В Батуми Тоже вопрос К юристам Не знаю Насчет Льгот Тоже Надо будет Узнавать Я бы не сказал Чтобы какие-то Льготы были У меня У сестры Была ситуация Такая Что У меня Гражданство У моей матери Гражданство У ее старшего сына От первого брака Гражданство А ей не дали Гражданство Ну да Тоже То есть Вообще Не объясняя Почему Что Как Ну сейчас Конечно Там какая-то 13 поправка Что ли Сказали Что-то Она изменилась И уже Легче Получить Гражданство И какие-то Есть моменты Такие Что Намного Легче Можно получить Гражданство Буквально Недавно После Нового Года Много Чего Изменилось В законодательстве Поэтому Надо Перечитывать Его Все Василина У вас Квартира 55 тысяч Стоит Да Я квартиру Приобретала Не за 55 Ты сейчас За 53 тысячи Долларов Но Оценили Я же Сделала Там Ремонт Мебель Ну там Техника То есть Уже С оценкой Приезжает Юрист Оценщик Который Делает Эти Оценки В нашем Случае Это Рауль Наш Юрист С которым Мы сотрудничаем Сейчас Очень плотно Мы Передаем Ему Людей Которые Нам Звонят Там С Европы Которые Сюда Приезжают Там С Германии Которые Хотят Здесь Бизнес Открывать Рауль Помогает С документацией Полностью Открыть Там Какую Форму Деятельности Здесь Хотят Производство Открыть То есть Мы Постоянно Передаем Людей Раулю Рауль Отвечает Он Именно Этим Занимается Он Занимается Вопросами Иммигрантов Занимается Вопросами Иностранных Граждан Получения ВНЖ Открытия Здесь Ну Бизнесов Вот Поэтому Рауль Моя Квартира Стоила 53 Я ее Купила Оценка У меня В 124 Тысячи Доллар Такое Тоже Вот Бывает Вот И это Дает Мне Основания Подать На ВНЖ Как Погода Весна Скоро Погода У нас Ну Как Сегодня Не Солнечная Вот Видите У нас Зелена Все Зелень Мы Как Раз Стоим Сейчас Возле Хилтона И Широтон Сейчас Сейчас Выду Покажу Вот А вот Здесь Октопус Здесь Как раз По-моему Здесь Снимался Этот Фильм Снимался Любовь и Голубь Любовь и Голубь Смотрите Как у нас Тут Все Зелено И Красивенько Такая Вот Красота И Сегодня Не Солнечная Люди Собачками Гуляют Вот Такой Вот Хилтон Тут Кстати Вот Эти Небоскребы Хилтон Отель Раньше Здесь Была Тюрьма В которой Сталин Кстати Отдыхал Гиссарионович Что вам Еще Чуть Чуть Вышло Вообще Вот у нас Сегодня Плюс 6 Но мне Прохладно Прям Я Прям Мерзну Я Прям Мерзну Не Представляю Меня Сейчас Володивосток Назад Вернуть Не Хочу Не Хочу Три Три Месяца По России На машине С грузинскими номерами Тоже Там такая же ситуация Была Если ничего не изменилось Три месяца Было И надо было Опять Выезжать Вот Сейчас Не знаю Может что-то Тоже изменилось Раньше Друзья мои Кто приезжали Из Грузии Было Три Месяца Сейчас Надо Узнавать Опять Может что-то Изменилось В связи С этими Всякими Ситуациями Ковид И все Надо Узнавать Было Три Месяца Раньше Даже Можно Было Выехать За любую Границу И опять Заехать Также Кататься Еще Три Месяца Сейчас Надо Узнавать Так Что там Еще Привет Отец Грузин Живет В Грузии Как Сложно Будет Сделать Гражданство Ребята По поводу Гражданства Это все Индивидуальные Все там Схемы Программы Это надо Рассматривать Вашу ситуацию По всем Вопросам По поводу ВНЖ Гражданства Мы даем Контакты Нашего Юриста Который С вами Эти вопросы Может обсудить Консультации Платные Естественно И вы можете Свой вопрос Разобрать Много Уже приехало Нарубу Я вам хочу Сказать Улицы Еще Не заполнены Я на самом деле Здесь уже Больше года И как раз Вот приехала И карантин Я не видела Чтобы здесь Было Прям очень много Народу Еще такого На моей практике Не было Чтобы я прям Шла по улице И прям Невозможно Было пройти Хотя вот Вахтанг Утверждает И говорит мне Что тут Такое было Ну когда я сюда Первый раз Приехал Вообще Первый раз Я приехал В тринадцатом Году Тогда тут Вообще Переполнено Все было Второй раз Я уехал Вернулся Невозможно было Снять квартиру Найти на съем В шестнадцатом году Я тебе говорю Первая линия Была забита Так что На второй линии То есть Уже было Переполнено Все это Я тебе говорю Семнадцатый Восемнадцатый год И вот В восемнадцатом В восемнадцатом году Летом Когда случились Там первые Митинги В Тбилиси Народ Чуть-чуть Подиспугался Начал Уже Меньше Приезжать А девятнадцатый год Вы помните Все что Произошло Тоже Там В Тбилиси Была ситуация В парламенте Это политический момент Я не хочу На эту тему Говорить Вот И после этого Как перекрыли Перелеты Уже Конечно Стало Намного Меньше Прилетать В Грузию Людей Намного Можно сказать На пятьдесят Процентов Это именно Из России Людей Меньше Прилетел Вот Но это Все равно Народ Объездными Путями Через Казахстан В прошлом году К нам приезжали Не в прошлом Позапрошлой В прошлом году Вообще У меня было Прошлое лето Именно Позапрошлым Приезжали И через Ереван И через Казахстан Ну Через Тамбул Ну Совсем Все пути Которые Можно Использовать В прошлом году Конечно Вообще Было Очень мало Только Внутренний Туризм Все Апартаменты Которые У нас В управлении Работали Только На внутренний Туризм Это Тбилиси Кутаиси Провинции То есть Ну Люди Приезжали По таким ценам Номера Были Что Отдохнуть В Орби От 70 До 100 лари В сутки В другое Время Это было Невозможно Когда номера Стоили по 100 долларов Двухкомнатные номера Их сдавали Максимум 140 160 От лари В другое Время Они стоили 100 долларов Номера Эти Да Вот человек Пишет Подписчик Действительно Такое было Квартиру Снять Было Дорого Да Ну Сейчас Как бы Просто Не такой Предложение По квартирам Сейчас Очень большое Поэтому Если Вы намерены Приехать Вы можете Нам писать Мы вам Найдем Очень хорошие Приличные Варианты Все проверим Чтобы там У вас И вода Была Потому что Часто Такое В Грузии Могут вам Сдать Квартиру Ну Как Удаленно Да Вы там Переведете Деньги А потом Зайдете Туда Там Кран Отвалился Или Там Еще Что Там Слив Не работает Какой Ни Видео Снять Такое Да Может быть Это Часто Встречается Поэтому Если Мы Вызываем У вас Доверие Вы можете К нам Обращаться Легко Мы Найдем Квартиру Все Проверим Для вас Для нас Важна Репутация Поэтому Поэтому Обращайтесь Ребята Так Скажите Гражданин России Может ли Работать В Грузии Официально Да Безусловно Вы можете Официально Гражданин России Хоть Гражданин Англии Хоть Не знаю Там Гражданин Чего Вы можете Если у вас Есть Какие-то Дипломы Вы можете Себя Зарекомендовать Хорошо Вы можете Устроиться В какой-то Компанию Но для этого Вы должны Быть Супер Специалистом Вы должны Владеть Грузинским Английским Как минимум Тремя Языками Ну то есть Как-то Можно Устроиться В компанию По найму Спасибо Вам За ответы Прямо Ирония Судьбы Мы родились И выросли В Батуми Перасмане 4 А живем Сейчас В Владивостоке А вы Из Владивостока Сейчас В Батуми Живете На Перасмане Эх Скучает Да Ребята Ирония Судьбы Действительно Добрый день Абраза Валь Образовались Открытия Границ Сын собирается Лететь в Батуми В марте Сейчас Смотрим Авиабилеты Скоро Сколько примерно Снять квартиру На одного парня Стоит Вахтанг По квартире Тебе вопрос Студии От 100 долларов Начинаются Такие нормальные Студии От 100 долларов В хорошем месте Можно снять Студию На месяц Сейчас На данный момент Пока нету Пока еще лето Пока сезон не начался Если на долгий срок Снимать А летом Уже посуточно В основном Все перейдут На посуточную Сдачу Поэтому Лучше сейчас На долгий срок Сразу снимать А дальше Двухкомнатная квартира Где-то От 500 до 600 Лари Получается Я имею ввиду Нормальные квартиры Удаленность Это максимум 300-400 метров От моря Это максимум Чтобы было Ну и дальше Все зависит От самой квартиры Какая-то квартира То есть Все уже смотреть По квартире И удаленности То есть От 100 долларов Однокомнатную студию В хорошем месте Можно От 100 долларов Найти Василиса Вы Прекрасная Все объясняет Да хочется Понятно И самое главное Знаете Что надо Человеку Приехавшему В Грузию Спасибо вам За комплименты Что я прекрасна И прекрасна Я очень прекрасна Очень прекрасна И вот прекрасный У меня еще сидит Человек Челодой Маловек Челодой Маловек У меня очень прекрасный Грузин Да, ребят Мы молодцы Сегодня Много вопросов Было Вам спасибо Что посещаете Наш Аккаунт В инстаграм Кто подписан На нас В ютубе Вот Уже перевалило За 4000 Подписчиков В этом В этот раз 4000 Подписчиков Мы не отмечаем Наверное Будем праздничную Отмечать В Тбилиси Цены на аренду Квартир Дешевле Чем в Батуми Вопрос В Тбилиси Мы особо Так сильно Не сталкиваемся Потому что Мы в основном По Аджаре Работаем Там тоже Зависит от района Где вы снимаете В центре На окраине Где вы будете снимать Там также Можно найти И студию За 100 долларов И за 250 лари И за 300 лари В Тбилиси Можно найти квартиру И можно найти Также будет 500 долларов Может стоить Где-нибудь В центре В Тбилиси Все зависит От района Какая квартира Там Так же Как и во всех городах Поэтому И здесь Так же Чем ближе к морю Чем лучше район Чем квартира И статус квартиры Какая квартира Какой ремонт От этого И цена играет Начинается старт Я имею ввиду Обычной студии От 100 долларов Но это не Первая береговая линия Прилете Действительно Не нужна Прививка Только ПЦР-тест Да Сегодня наш Прямой эфир Именно по этому поводу Что с 1 марта Вы можете Залететь в Грузию Это только Для авиасообщений Только с ПЦР-тестом С отрицательным Так что Очень вас ждем В Грузии Делайте ПЦР-тест За 72 часа И спокойненько Заезжайте По прилету Через 72 часа Вы делаете Повторный ПЦР-тест И спокойно Не нужно вам здесь Никаких карантинов Уже Никакой самоизоляции Просто ходите Гуляйте по Грузии Дышите этим Прекрасным воздухом Пьете грузинское вино Заедайте хачапури Хинкали Ну все, ребят Спасибо вам Что посетили Наш прямой эфир Все Всего вам доброго Мы еще раз Вас поздравляем С открытием Границ 1 марта С открытием Наших Уже тут Снятие ограничений Открытие казино Все Всем спасибо Нет Карантина Нет Если вы заезжаете С отрицательным ПЦР-тестом Если прилетаете С вакциной То потом Не нужно Проходить Тест в Грузии Если прилетаете С вакциной То ничего Потом не нужно Вы уже Вакцинированный Человек Все Тест в Грузии Тест в Грузии